Ассаляму алейкум! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас очередной урок по Корану, и сегодня я бы хотел сделать детальный разбор суры Аль-Кафирун. Сейчас аяты этой суры прочитаю, объясню, как правильно читать эти аяты и какие правила содержатся в этих аятах. Потом суру Аль-Кафирун каждый аят по три раза прочитаю, и в самом конце один раз эту суру прочитаю, иншааллах. Прежде чем приступить к детальному разбору этой суры, хотел бы, как всегда, попросить всех вас поставить лайк к этому видео и оставлять свои комментарии под этим видео. Заранее всем спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Далее буква Лам Соответственно произносим Далее буква Я с фатхой Здесь фатху над буквой Я вы имеете право тянуть по минимуму, то есть два раза и читать Либо тянуть по максимуму, то есть шесть раз и читать Вот эта подсказка, прямая палочка, говорит о том, что на самом деле после буквы Я должна быть буква Олив без огласовок. И так как слово Я заканчивается на букву Олив без огласовок, а следующее слово, слово Айюха, начинается на букву Олив с Хамзой, это правило Мадмунфасиль Далее сайт Алиф, Хамза и Фатха Фатха произносим как мягкий звук А, эту Фатху не тянем Далее буква Я удваивается, даму над буквой Я не тянем Айю Далее буква Х с фатхой Буква Х, как всегда, произносим правильно, то есть мягко, на выдохе, не напрягая гортань Теперь, если бы мы не перешли бы к следующему слову, тогда Фатху над буквой Х надо было бы тянуть в два шота за счет Алифа без огласовки и было бы Мадтоби'и То есть Я Айюха Но, так как мы переходим к следующему слову, Фатху над буквой Х не тянем Теперь при переходе минуем, Алиф, Алиф не надо произносить, сверху подсказка есть Здесь букву Лам произносим, так как над буквой Лам Саид Сукун, это говорит о том, что следующая буква, буква Каф, лунная буква Здесь букву Лам Сукуном произносим мягко Далее буква Каф, мягкая с Фатхой, и Фатха приобретает легкий оттенок Я, и эту Фатху тянем в два шота за счет подсказки прямой палочки Это Мадтоби'и, то есть КААА Далее буква Фа с Касрой, Касру не тянем КААФИ Далее буква Ра с Даммой Буква Ра произносим твердо, так как здесь огласовка Дамма Теперь на самом деле КААФИРУНА Но при остановке у буквы НУН исчезнет Фатха, появится СУкун В таком случае Дамму над буквой Ра мы имеем право тянуть 4 раза Будет МАДД АРИБ Получается Но если вы решили не останавливаться Тогда даму над букой рот тянете всего в два шота за счет букой вау без огласовок буден ма таби'и. Тут букун он с фатхой произносит и фатху не тянете и идет и дальше. То есть я айюхал кафируна ла а'буду и так далее. Но лучше останавливаться. Теперь второй аят. Здесь ла отдельные слова, а'буду отдельные, ма отдельные и та'будун отдельные. Аят начинается на букву лам с фатхой. Здесь фатху произносим как мягкий звук я, то есть с оттенком я точнее. Теперь так как слово ла заканчивается на алиф без огласовки, а следующее слово начинается на алиф с хамзой, это мадмун фасиль, поэтому это говорит о том, что фатху над букой лам. Вы имеете право, как вот в этом случае, тянуть по минимуму, то есть либо два раза и читать ла а'буду, либо по максимуму, то есть тянуть шесть раз и читать ла а'буду. И так, и так, правильно, выбор за вами. Далее алиф, хамза и фатха. Фатху произносим как мягкий звук а, фатху не тянем. Далее буква айн, гортанная, с укуном, получается а'а. Далее буква ба с даммой, дамму здесь не тянем. А'бу. Далее буква далес, даммой здесь дамму не тянем и идем дальше. А'буду, ма. Далее буква мим с фатхой. Фатху над буквой мим тянем в два шута, это маттаби'и. Тянем за счет алифа без огласовок. Это маттаби'и, еще раз повторюсь. Далее буква та, мягкая с фатхой, фатху здесь не тянем. Та. Далее буква айн, гортанная, с укуном, получается а'а. Далее буква ба с даммой, дамму здесь не тянем. Та-бу. Далее буква далес, даммой. Теперь на самом деле та-бу-ду-на, но при остановке у буквой нун исчезнет. Фатха появится с укуном, в таком случае дамму над буквой и дали мы имеем право тянуть. Четыре раза будет мад-а-рид. Получается та-бу-ду-ун. Но лучше остановить. Точнее, если вы решили не останавливаться, тогда дамму над буквой и дали вы тянете всего в два шута, будет маттаби'и. Тут букву нун с фатхой произносите, фатху не тянете и идете дальше. То есть та-бу-ду-на, ва-ля-ан-тум и так далее. Но лучше останавливаться и читать та-бу-ду-ун. Теперь третий аят. Здесь ва отдельное слово, ла отдельное, антум отдельное, абиду-на отдельное, ма отдельное и а'буд отдельное. Аят начинается на букву вау. Как всегда, букву вау произносим правильно, то есть мягко. В данном случае фатху над буквой вау не тянем. Далее буква лям с фатхой. Фатха приобретает оттенок я. Эту фатху, как вот в этом случае, тянете либо два раза и читаете ла-ан-тум, либо шесть раз и читаете ла-ан-тум. Итак, правильно, выбор за вами. Это мадмун фасыль, потому что слово ля заканчивается на алиф без огласовки, а следующее слово начинается на алиф с хамзой. Теперь дали алиф хамзой и фатха. Фатху произносим как мягкий язык а. Фатху не тянем. Дали буквой нун. Здесь должен быть сукун, но сукун убрали. Тем самым дают подсказку, что букву нун не надо произносить ясно и четко. Смотрим на следующую букву. Это буква та. Здесь правило ихфа. Букву нун произносим скрыто, удерживая, через нос. То есть ан-тум. Дали буква та. Дамай, даму не тянем. Ан-ту. Дали буква мим сукуном. Смотрим на следующую букву. Это буква айн. Это правило изгар шафауия. В данном случае буква мим произносим ясно и четко. Ан-тум. А-бидуна. Дали буква айн. Гартанная. Фатху произносим как гортанный звук. А-а. И эту фатху тянем в два шота за счет подсказки прямой палочки. Это мат-тоби'и. А-а. Дали буква ба с касрой. Касру не тянем. А-би. Дали буква дали с дамой. Даму тянем в два шота за счет буквы вау без огласовок. Это мат-тоби'и. А-биду. Дали буква нун с фатхой. Здесь фатху не тянем. И идем дальше. А-бидуна. А-буду. Дали буква мим с фатхой. Здесь опять же фатху, как вот в этом случае, вы имеете право тянуть либо два раза и читать ма-а-буд, либо тянуть шесть раз и читать ма-а-а-буд. Итак, правильно выбор за вами. Но, так как это один аят, и в одном аяте два мат-тоби'и. Если вы здесь фатху над буквой лам протянули два раза, здесь фатху над буквой мим тоже надо тянуть два раза. Если здесь фатху над буквой лам вы протянули шесть раз, здесь фатху над буквой мим тоже надо тянуть шесть раз. Такое правило. Поэтому посмотрите, как бы, обратите внимание, насколько вы протянули здесь фатху. Далее следующее буква алиф с хамзой и фатхой. И фатху произносим как мягкий язык а. Фатху не тянем. Далее буква айн с суконом. Гартанная буква. Получается аа. Далее буква ба с дамой. Даму не тянем. Аа бу. Теперь аа бу, ду на самом деле. Но при остановке у буквы дал исчезнет дама, появится сукун. В таком случае будет правило кал-кала и букву дал надо будет подчеркивать. Для того, чтобы подчеркнуть букву дал, как только букву дал произносим, язык тут же убираем. Получается аа буд. Аа буд. Вот так. Но если вы решили не останавливаться, тогда даму над буквой дал не тянете. То есть даму произносите, даму не тянете и идете дальше. То есть аа буду вала она и так далее. Но лучше останавливаться. Теперь четвертый аят. Напоминаю, что номера аята в конце аята. То есть вот здесь. Не здесь, а вот здесь. Здесь тоже самое. Вот четвертый аят здесь начинается, но номер 4 или цифра 4 здесь стоит. Здесь сразу хочу сказать два отдельные слова. Аят начинается на букву вау. Как всегда, букву вау произносим правильно, то есть мягко. Ва. Фатху здесь не тянем. Далее буква лям с фатхой. Здесь фатха приобретает оттенок я. Теперь вот здесь, как вот в этом случае, фатху над буквой лям вы имеете право тянуть либо два раза и читать ля-ана, либо по максимуму тянуть и читать ля-ана. То есть по максимуму я имею ввиду шесть раз. И так, и так, правильно. Выбор за вами. Это мадмун фасыль, потому что слово ля заканчивается на алиф без огласовки, а следующее слово начинается на алиф с хамзой. Далее алиф, хамзой и фатха. Фатху произносим как мягкий язык а. Фатху не тянем. Далее буква нун с фатхой. Теперь, что означает вот этот значок? На самом деле, в слове ана, фатху над буквой нун надо тянуть в два счета за счет алифа без огласовок и будет маттаби'и. Но в данном случае здесь исключение. И вот этот значок говорит о том, что несмотря на то, что алиф есть, из-за алифа без огласовок, фатху над буквой нун не тянем. То есть это исключение. Поэтому здесь не надо читать ана-а-бидум. Надо читать ана-а-бидум. То есть как будто алифа нет. Ва-ла-а-а-а-а-а-а-а-а-бидум. Вот так. Далее буква айн, гортанная, с фатхой. Фатху произносим как гортанный звук а. И эту фатху тянем в два счета за счет алифа без огласовок и будет маттаби'и. Далее буква ба с касрой, здесь касру не тянем. Далее буква дали с даммой. С танвейном дамма, точнее. Абидун должно быть. Но смотрим на следующую букву. Это буква мим. Здесь правило идгам с гунной. Это означает, что звук н в танвине превращается в букву мим, за счет чего буква мим удваивается. И букву мим произносим удерживая. В данном случае фатху над буквой мим тянем в два счета за счет алифа без огласовок. Будет маттаби'и. То есть не надо читать а-би-дун-ма. А надо читать а-би-дун-ма. Далее буква а-ин с фатхой. Здесь фатху произносим как гортан язык а. А, фатху н в тянем. Далее буква ба с фатхой, здесь фатху н в тянем. А, ба. Далее буква дал. И здесь должен быть сукун, но сукун убрали. Почему? Потому что здесь правило идгам мутаджа нисайн. Что это означает? Буквы дал и та, они... Точнее, если после буквы дал, которая стоит с сукуном, стоит буква та, то буква дал превращается в букву та, за счет чего буква та удваивается. Почему так происходит? Потому что после буквы дал с сукуном сложно произносить букву та. То есть абадетум произносить сложно. И эти буквы похожи, близки друг к другу, близки друг к другу по произношению. Поэтому буква дал превращается в букву та. Так происходит для облегчения чтения. Поэтому не надо читать абадетум. Читаем абадетум. Букву та произносим как удвоенную. Вот мы видим здесь ташдит или знак шадда. Абадетум. Здесь даму не тянем. Далее буква мим сукуном. Букву мим произносим ясно. Абадетум. Вот так. Если вы решили не останавливаться, все равно букву мим произносите ясно. Будет изгарша фуя. Так как следующая буква, буква вау. То есть. Ва ла ана абидум ма абадтум ва ла антум и так далее. Но лучше останавливаться. Теперь пятый аят. Ва ла ана абадтум ва ла антум и так далее. Пятый аят полностью аналогичный, как третий аят. Ва отдельное слово. Ла отдельное. Антум отдельное. Абидуна отдельное. Ма отдельное. И абуд отдельное. Аят начинается на букву вау. Букву вау произносим правильно. То есть мягко. В данном случае фатха над буквой вау не тянем. Ва. Далее буква ламс. Фатха и фатха приобретают оттенок я. И здесь у вас есть выбор. Фатху вы можете тянуть либо два раза, то есть по минимуму, и читать ла антум. Либо по максимуму шесть раз и читать ла антум. Итак, и так, правильно, выбор за вами это мадмун фасиль, потому что слово ла заканчивается на алиф без огласовки, а следующее слово начинается на алиф с хамзой. Далее алиф, хамза и фатха. Фатху произносим как мягкий звук а. Фатху не тянем. Далее буква нун. Здесь должен быть сукун, но сукун убрали. Тем самым дают подсказку, что букву нун не надо произносить ясно. Смотрим на следующую букву. Это буква та. Здесь правило ихфа. То есть букву нун произносим скрыто, удерживая, через нос. Антум. Далее буква та с дамой, даму не тянем. Анту. Далее буква мим с сукуном. Смотрим на следующую букву. Это буква айн. Здесь правило изгар шафауя. То есть букву мим в конце произносим ясно и четко, то есть как есть. Антум. Далее буква айн. Гартанная с фатха и фатху произносим как гортан язык а. И эту фатху тянем в два шота за счет подсказки прямой палочки. Это маттоби'и. Далее буква ба с касрой. Касру уже не тянем. Далее буква дали с дамой. Даму тянем в два шота за счет буквы вау без огласовки. Это маттоби'и. То есть в одном слой два маттоби'и. Здесь букву нун с фатхой. Произносим букву нун с фатхой, а фатху не тянем. Далее буква мим с фатхой. Здесь тоже правило мадмун фасыль. То есть фатху тянете либо два раза, либо шесть раз. Но это зависит от вот этого случая. Если здесь вы протянули фатху над букой лам два раза, то и здесь надо тянуть два раза. Если здесь вы протянули шесть раз, то и здесь надо протянуть шесть раз. Я протянул шесть раз, потому что и здесь протянул шесть раз. Далее буква алиф, хамза и фатха. Фатху произносим как мягкий язык а. Фатху не тянем. Далее буква айн с сукуном. Это гортанная буква. Получается аа. Далее буква ба с даммой. Даму не тянем. Аа бу. Далее буква дали с даммой. То есть аа буду на самом деле. Но при остановке у буквы дали исчезнет дамма, появится сукун. В таком случае будет правило калкала и букву дали надо будет подчеркивать. Для того, чтобы подчеркнуть букву дали, как только букву дали произносим, язык тут же убираем. Получается аа буду. Но если вы решили не останавливаться, тогда букву дали с даммой произносите. Дамму не тянете и идете дальше. То есть аа буду лакум динукум и так далее. Но лучше останавливаться. Теперь шестой аят. Он же последний. Аят начинается на букву лям с фатхой. Фатху произносим с оттенком я. Фатху не тянем. То есть ля. Не лакум, а лакум. Дали буква кавс. Даммай дамму не тянем. Лаку. Дали буква мим с сукуном. Смотрим на следующую букву. Это буква дал. Здесь правило изгар шафа вия. То есть в данном случае букву мим. Букву мим произносим ясно и четко. То есть как есть. Лакум динукум. Дали буква дал с касрой. Касру произносим в два шоу. Это зашат буква я без огласовок. Это маттоби'и. Ди. Дали буква нунс. Даммай дамму не тянем. Ди. Ну. Дали буква кавс. Даммай дамму не тянем. Ди. Ну. Ку. Дали буква мим с сукуном. Смотрим на следующую букву. Это буква вау. Здесь тоже правило изгар шафа вия. Как и в этом случае. Букву мим произносим ясно и четко. Ди. Динукум валия. Далее буква вау. Букву вау произносим как всегда правильно. То есть мягко. Фатху здесь не тянем. Ва. Далее буква лямн с касрой. Здесь касру не тянем. Ли. Далее буква я с фатхой. Здесь фатху не тянем. Ли. Далее буква дал с касрой. Теперь дини на самом деле. Но при остановке у буквы нун исчезнет касра. Появится сукун. В таком случае касру под буквой дал. Мы имеем право тянуть. Четыре раза будет мад ариб. То есть. Валия дин. Но если вы решили не останавливаться. Тогда касру под буквой дал. Тяните всего в два шута. Будет мад таби. Тут букву нун с касрой произносите. И сразу же идете дальше. То есть. Валия дин. И бисмиллахи рухмани рухмани. И так далее. Но лучше останавливаться. Здесь хочу сказать. Лакум отдельное слово. Динукум отдельное. Ва отдельное. Лия отдельное. И дин. Теперь. Как я уже заранее анонсировал. Аяты этой суры. Сначала по три раза прочитаю. Потом один раз эту суру прочитаю. Бисмиллахи рухмани рухмани рухмин. Аяль фальма. Скажи, ой, 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 ой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok